В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте. Сформирован окончательный список кандидатов от партии «Единая Россия» в Советы районных депутатов. На партийной конференции подвели итоги «Праймерис» и официально выдвинули кандидатов. 568 человек примут участие в выборах 13 сентября от «Единой России». 568 кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия». Из девяти сотен желающих стать кандидатами в депутаты районного совета самарцы выбрали лучших. На конференции Самарского регионального отделения коллеги за них проголосовали единогласно. Помимо самарцев, кандидатов от «Единой России» выбирали также и жители Отрадного, Кенеля, Чапаевска, Похвестнево и других муниципальных образований области. У нас должна быть сформирована команда единомышленников, резюмировал губернатор Николай Меркушкин. Я хотел бы, чтобы была единая команда, мощная команда, сильная, нацеленная на то, чтобы сделать жизнь лучше. И правильно кто-то из выступающих сказал сегодня здесь уже, что без команды сегодня ничего не решается. Народное голосование длилось с 8 по 27 июня. Проходило оно в форме публичных пикетов, где каждый мог задать вопрос, познакомиться лично с кандидатами в кандидаты и сделать собственные выводы. Не буду скрывать, на многих округах борьба была не просто напряженная, а горячая. И из некоторых районов мы получали жалобы, адресованные нашей счетной комиссией предварительного голосования. Некоторые кандидаты, соперничавшие внутри округов, жалуются друг на друга. Некоторые на несовершенство самой процедуры, другие на работу пикетов для голосования. Мы, безусловно, разберем каждую жалобу, каждую ситуацию. Среди кандидатов есть и хорошо знакомые всем жителям действующие депутаты Самарской городской думы. Есть широко известные в узких кругах энтузиасты, которые активной общественной работой зарекомендовали себя в районах. В 6 округе Октябрьского района Ксения Колганова трудится уже год и вполне успешно. Проблемы в основном у всех одинаковые. Во-первых, это экологическое состояние нашего города, то есть это очистка продворовых территорий, ну и, конечно же, недовторительное состояние дорог. В общем-то, все то, чем занимаются наши власти в последние годы, и результаты жители уже видят. Выборы народных избранников состоятся 13 сентября. Из всех представленных в бюллетенях кандидатов самарцы выберут 284 депутата, которые бесплатно будут трудиться на благо города в течение пяти лет. Алина Чемерис, Мариана Мирная, Константин Головин. События. Уникальные снимки военных будней милиционеров из архивов МВД России можно увидеть на Самарской набережной. Снимки сделаны сотрудниками милиции и военными фотографами. Здесь же и будни полицейских в настоящее время. Выставка работает на набережной на полевом спуске. На фото пост ГАИ на дороге жизни в блокадный Ленинград. Регулировщицы направляли водителей по правильному пути и помогали в чрезвычайных ситуациях, если, к примеру, грузовик начинал уходить под лед. Четверть личного состава советской милиции в первые дни войны была направлена на фронт. Они плечом к плечу с красноармейцами защищали родину. Уникальные снимки военных будней милиционеров из архивов МВД России, сделанные самими сотрудниками и военными фотографами, можно увидеть на фотовыставке на набережной. Здесь же и будни полицейских в настоящее время, которые не стали менее опасными и более легкими. Самое тяжелое, это когда, допустим, среди ночи или ближе к утру тебя поднимают с постели и говорят, там определенное ЧП, необходимо выезжать. И так это, понятное дело, что это не каждый день, и приходилось там какие-то рейды проводить. А это, естественно, подъем в 5 утра, и, значит, заканчивалась этот рейд в 12 ночи. На посту в плюс 15 и в минус 45, под дождем, под снегом и палящим солнцем, на лавочке с жителями или в эпицентре общественных беспорядков. Полицейский всегда готов. На фото сотрудники МВД со всех городов России, снятые коллегами, родственниками или друзьями. Но самое главное, у нас в Самарской губернии и свои будни. Мы должны подтвердить сегодня свое отношение к гражданскому обществу и сказать, мы с вами, наш народ, мы вас защитим. Мы видим открытый диалог и с журналистами, и с гражданским обществом. Это повышает, конечно, доверие горожан, доверие жителей к той работе, которую проводит сегодня наша структура по охране правопорядка. Это крайне важно, потому что без доверия людей, без того, чтобы опираться на простых горожан, серьезно и быстро изменить ситуацию в городе, наверное, невозможно. Администрация города активно поддерживает инициативы полиции. К примеру, расширение состава добровольных народных дружин, их финансирование, выделение дополнительных площадок для создания опорных пунктов. Горожане также участвуют в охране правопорядка. Дружинники и общественные движения народной контроли «Ночной патруль» набирают популярность среди самарцев. И уже есть положительные результаты их работы. Марина Матвеевна, Растем Сулайманов, События. Не исключено, что скоро фотоэкспозиция на набережной пополнится снимками с рейдов «Ночного патруля», которые проходят с завидной регулярностью. Активисты вместе с полицией нагрянули в ночной магазин на улице Больничной. Здесь незаконная торговля спиртным не останавливалась круглые сутки. В девятиэтажке на Больничной улице жизнь кипит и далеко за полночь. Местные любители выпить точно знают, куда идти за добавкой. Водка, коньяк, шампанское – ни на один из этих видов алкоголя. У продавцов нет ни лицензии, ни разрешительной документации. Тут пришли проверки отки. Хоккеисты. У меня только вот здесь нет, у нас звонит, не купили. А здесь водка, вот остаются. О том, что крепким алкоголем торгуют из-под полы, в полицию сообщили жителям многоэтажки, которым надоели пьяные дебоши. Мало того, что продукция неизвестного происхождения, на алкоголь нет ни ценников, и он не стоит на витрине. Так еще и продают его в запрещенное законодательством время, намного позже 10 вечера. В ходе проведения проверки сотрудники полиции изъяли алкогольную продукцию, находившуюся на реализации, объемом 41,5 литр, на сумму более 22,5 тысяч рублей. Какое назначить наказание индивидуальному предпринимателю за нелегальную реализацию алкоголя, будет решать суд. Пока на продавца составлены протоколы, а продукция опечатана и изъята. Марьяна Мирная, Константин Головин, События. В законе ли арбузы, появившиеся на самарских рынках? Есть ли у торговцев документы? Продают ли мегаягоды с земли или, как положено, с поддона? Имеются ли ценники? Наш корреспондент посетил пять арбузных развалов. Нарушения везде. А какие у вас документы? Уши, лапы, хвост! Вот мои документы! Примерно так и отвечали торговцы арбузами нашей съемочной группе. При виде камеры люди, продававшие полосатый товар на одной из торговых точек на улице Гагарина, бросаются в рассыпную, оставляя сомнительное лакомство без присмотра. Вы сейчас ими торгуете, у вас сопроводительные документы имеются на них? Имеются, имеются. Покажите, пожалуйста. А этот продавец заявил, что все документы на товар имеются, только за ними нужно сходить в машину, после чего скрывается в неизвестном направлении. Сейчас запринесу. Он предприниматель, почему его? Следующая точка на той же улице и снова нарушители. Здесь товарищи из ближнего зарубежья и сами удивляются, откуда у них на витрине вдруг появились арбузы и дыни. Не иначе ветром надуло. Завоз откуда? Чьи арбузы? Не знаю, наверное, астраханский. Уже сезон? Я не знаю. А документики есть на них сопроводительные какие-то? Я не знаю. Я так же, как вы, к ним не проходил. А кто здесь? У вас это нужно спрашивать? Нет, нет. Ну а кто торгует? А кто торгует? Который торгует сейчас, подойдет. Хозяин торта уже, каста все. Неуловимый хозяин сейчас подойдет и к этой торговой точке. Все документы, естественно, у него. То есть у вас они есть, но вы их показать не можете? Ну я на хозяина работаю. Ну понятно, но ваши документы должны быть на вашей торговой точке, сопроводительные о вашем товаре. Ну я на хозяина работаю, меня тоже, поймите. Я на хозяина работаю. Я понимаю, но показать документы вы можете по закону? Вы обязаны показывать документы? Ну показать я только хозяину. Вот хозяин привезет, у него спрашиваются. После очередного нашего вопроса о документах все продавцы, как по команде, уходят в подполье. Кто арбузы продает? Покупать товар у нерадивых продавцов самарцам не рекомендует Роспотребнадзор. Прежде чем порадовать себя арбузом или дыней, нужно обратить внимание на все гарантии качества и безопасности. На объекте торговли должна быть вывеска с названием юридического лица или индивидуального предпринимателя, который осуществляет торговлю на данном месте. Его юридический адрес, режим работы. На товар должен быть оформлен ценник. Запрещается по санитарным правилам торговать бахчевыми культурами с земли и в разрез частями. На стройные ряды арбузов и дынь, которые появились на прилавках в начале июля, жители смотрят с недоверием. Говорят, покупать любимое кушанье начнут только в августе. Уличных торговцев стараются обходить стороной. Откуда они привезены, откуда мы чего знаем. Как их выращивали, где их удобрения. Они навредят здоровью просто-напросто. И там же отравиться, наверное, можно будет. Может, они с химикатами опасные такие есть. С 15 июля по 30 сентября, в период естественного созревания бахчевых, в Самаре появится более полутора сотен санкционированных торговых точек. Чтобы продавать сладкую ягоду, торговцам необходимо будет заключить договор с муниципальным предприятием ярмарки Самары. И, конечно, обзавестись сопроводительными документами. Любимые лакомства поступят на рынок из Средней Азии, Астраханской, Волгоградской, Саратовской областей, а также с огородов дачников. С недобросовестными продавцами бороться обещают жестко. Незаконные торговые точки будут вывозить вместе с продукцией. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Красиво жить не запретишь. Жители 63-го дома по улице Старозагора позаботились о своем дворе и установили ограждение полисадника, в котором сами же сажают цветы. Теперь газон защищен и от машин, и от случайных прохожих. Неравнодушным отношением горожан к своей территории наслаждалась Алина Чемерис. Жителями уединенного купеческого поместья не меньше позволяет почувствовать себя людям красивый зеленый мини-сад во дворе дома номер 63 по улице Старозагора. Но, как известно, сад без оградки, что картины без рамки. Частично ограждение уже установили год назад, но неохваченной осталась часть полисадника у первого подъезда. Теперь достойное обрамление цветам и насаждениям появилось и здесь. Жители уверены, розам и каштанам ничего не грозит. Галина Овчинникова живет здесь 30 лет. Два года возглавляет совет МКД. Говорит, соседи к красоте давно привыкли и готовы ее поддерживать. Мы хотим, чтобы у нас было красиво. Мы здесь живем, и нам надо, чтобы было красиво. Сами живем, наши внуки живут, дети и внуки. Как только установили ограждение, вы посмотрите, у меня уже люди выходят и занимаются полисадниками, облагораживают и сажают все. Сирень будем вырезать, надо будет новую сажать сирень. А так каштаны, березы, все у нас красиво. С просьбой установить ограждение жители обратились в общественный совет микрорайона, и мечта сбылась. Раньше на решение подобного вопроса ушло бы много времени, но сейчас текущие проблемы решаются быстро, на местах. Очень много обращений как раз по именно таким ограждениям, по освещению, по внутриквартальным дорогам, по обустройству детских площадок, спортивных площадок. Все эти обращения собираются, мы их отрабатываем, составляем план работы. Жители говорят, ограждение и глаз радует, и газон от машин поможет спасти. Они нужны, они как-то облагораживают общий вид, не пропускают зелень за пределы. Это же вот шиповник, он чудесно цветет, аромат, кроме зелени. Потом там внутри вот у нас и роза, и другие цветочки. Для интерьера красивее, соответственно, уже как бы для безопасности детей, то, что они свободного доступа не имеют к этому участку земли, поэтому стало намного лучше. Будет красиво, конечно, все будет огорожено, и не будут, и ребятня не будет бегать. Теперь шутят жители, каждый цветок здесь будет чувствовать себя под защитой. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Спортивные баталии развернулись на поле лагеря «Заря». Сотни воспитанников оздоровительных лагерей города приняли участие в летней спартакиаде. Организовали спортивный праздник волонтеры из профильной смены «Зари». Спортивный азарт, адреналин и отличные настроения в борьбе за здоровый образ жизни в следующем сюжете. Красавица, комсомолка, спортсменка, еще и волонтер. Анна Зайцева в свои 13 занимается волейболом, конным спортом, танцами и уже полтора года поддерживает тех, кто нуждается в помощи. В профильной смене лагеря «Заря» набирается опыта, чтобы стать для окружающих еще полезнее. На предложение принять участие в спартакиаде откликнулась одна из первых. Это очень классно, у меня игривое такое, очень радостное настроение. Мне нравятся все люди, которые сюда приехали. Мне очень нравятся лагеря, все очень яркие. И очень хорошо, что есть такие люди, которые устраивают такие спартакиады. Порядка 500 человек из шести детских лагерей Самары сошлись в спортивном поединке на полях «Зари». Старт летнему турниру дал большой танцевальный флешмоб. Пляжный волейбол, настольный теннис, футбол, страсти кипят на каждом этапе соревнований. Свои команды ребята активно поддерживают. Внимательно изучить противника и собрать волю в кулак. Егору Самойленко побеждать помогает в первую очередь настрой. Спортом занимается с детства и окружать себя старается только единомышленниками. Зарядку делаю, в разные секции записываюсь. В волейбол, настольный теннис, флагеря езжу с друзьями. Мне с спортсменами как-то легче живется. Есть общие интересы. Вместе поиграть, например, в настольный теннис. Посмотреть, кто хорошо играет, кто как играет. Друг друга поучить в чем-нибудь. Летний спартакиада среди детских лагерей проходит в Самаре уже в пятый раз. Организаторы говорят, с каждым годом ребят все больше, спортивные результаты все выше. Такая спартакиада – это спорт, в первую очередь. Это бодрость. Это энергия. Это замечательное настроение, как теперь молодежь говорит, драйв. Вы, собственно, видели всех этих ребят, видели тот подъем, который здесь царит. От него просто невозможно не заразиться. И, конечно же, он передается другим. И главное, что он сохраняется в этих наших ребятах на долгое-долгое время. К летнему отдыху юных самарцев в городе и области относятся с особым трепетом. В этом году на оздоровительные компании в детских лагерях из бюджетов всех уровней направлено около 200 миллионов рублей. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События. Автоспортом на свой манер занимаются и водители автобусов. У них свой конкурс профессионального мастерства. За звание лучшего на городском этапе борются 12 человек. Они уже прошли предварительный отбор на своих предприятиях. Какие испытания еще предстоят? И могут ли водители автобусов ездить, как Кен Блок, узнал наш корреспондент. Крутые виражи на скорости для Ивана Котова не страшны. Большой неповоротливый автобус под его управлением превращается в маневренную технику. Колесит по самарским дорогам уже 7 лет. Профессию пришел по стопам отца. Продолжил династию. В конкурсах профмастерства участвует каждый год. В прошлый раз стал лучшим. Занял первое место. Говорит, это хороший стимул совершенствоваться в вождении. Во-первых, проверка правил дорожного движения. Вообще, у нас сейчас очень тяжелая дорожная обстановка. То есть, тут, можно сказать, миллиметражи вымеряешь. Так же, на дороге намного легче после таких конкурсов работать. Водительское мастерство участники демонстрируют на новых автобусах «ЛиАЗ», которые работают на экологически чистом газомоторном топливе. В этом году за звание лучшего борются 12 водителей. В конкурсной программе правила дорожного движения и скоростное маневрирование. Побеждает тот, кто быстрее всех пройдет все виражи и не наберет штрафных баллов. Мы популяризируем профессию водителя автобуса. И также в спортивной борьбе они между собой соревнуюсь. То есть, у них там получается выброс адреналина. И, соответственно, они стараются показать все свои лучшие качества именно как профессионалы. Водители, которые покажут лучшие результаты на городском конкурсе, будут представлять Самару на областном этапе. Он пройдет 9 и 10 июля на площади Куйбышева. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Самарские студенты тоже выбирают лучших. Победители и лауреаты областного конкурса «Студент года» станут участниками всероссийского этапа, который пройдет тоже в Самаре. Уже четвертый раз подряд самые успешные молодые люди будут получать награды из рук главы региона. Однако студентам стоит поторопиться. До окончания приема заявок осталось меньше недели. Весь год трудился на общественном фронте. Алексей помогал организовывать не только вузовские, но и общегородские праздники. День молодежи, акции, приуроченные к 70-летию Победы. Плюс к этому успехи в учебе и любовь к спорту. Благодарственные письма, грамоты и фотоотчеты о проделанной работе бережно собраны в папке, подготовленной для заявки на участие в конкурсе «Студент года». Это прекрасный повод заявить о себе, открыть дорогу к новым успехам, уверен Алексей. К тому же общественная работа молодому человеку по душе. Получается, имя уже будет более на слуху. Поэтому я считаю, что победа, ну и в принципе даже лауреатство, оно помогает человеку в дальнейшем развиваться именно в той среде, которую он хочет. Самых активных, спортивных, умных и талантливых студентов в Самаре выбирают четвертый год подряд. И с каждым годом конкуренция растет, а звание «Студент года» становится все престижней. В этом году самарские студенты будут соревноваться в десяти номинациях. Здесь и интеллект, и журналистское мастерство, и добровольчество. Помимо признания заслуг, победители и лауреаты получат в качестве подарка компьютерную технику и возможность участия в финале Всероссийского конкурса «Студент года», который в этом году пройдет в ноябре в Самаре. Даже если вы не станете первым, это колоссальный опыт. Это возможность все равно показать свои успехи. Каким надо быть студентом? Ну, во-первых, конечно, к этому конкурсу невозможно просто сесть и написать какую-то конкурсную работу. Надо в течение года было уже потрудиться. Надо было в течение года быть активным. Главное не полениться, собрать качественное портфолио, чтобы свои достижения описать и правильно вложить. Подать заявку на участие в конкурсе может любой студент, неважно, сколько курсов учебы у него за спиной. Только сделать это нужно до 6 вечера 8 июля. Информацию можно уточнить в Самарском доме молодежи на проспекте Ленина, 3 или по телефону 341-4517. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Пожарились и хватит. В выходные в регионе ожидаются дожди, сообщает гидрометцентр. Причиной тому северо-западные ветры, которые придут с Кольского полуострова и Атлантики. Днем в субботу, 4 июля температура воздуха составит от 19 до 24 градусов. Переменная облачность. В воскресенье, 5 июля погода ухудшится. В большинстве районов обещают дождь, грозу, возможно, град. И это все городские новости на сегодня. А у меня еще новости экономики. Современная мудрость гласит, что при нынешних налогах жениться можно и по любви. Собственно, из-за долгов по налогам более 6 миллионов граждан России могут получить запрет на выезд за границу. По российским законам, выезжать за пределы страны не могут те, чей долг по банковским кредитам, за услуги ЖКХ, по налогам, штрафам и алиментам превышает 10 тысяч рублей. По подсчетам аналитиков, в России около 8 миллионов должников. Из них у 80% долг превышает 10 тысяч рублей. Наибольшее число невыездных может быть в Свердловской области. Меньше всего невыездных в Чечне, но там низкая кредитная активность. В первом квартале 2015 года задолженность россиян перед банками превысила 10 триллионов рублей. Из них 3,5 триллиона рублей приходится на ипотеку, больше 6 триллионов на необеспеченные потребительские кредиты. С 1 июля по новому закону можно продлить действие полиса ОСАГО, заполнив электронное заявление на сайте страховщика. Вот только страховщики к этому не готовы. Из 99 страховщиков в РСА заявки на электронную автогражданку подали только 22, а многие страховщики даже заявку не подадут. Дело вот в чем. Электронная ОСАГО – дело сугубо добровольное. Для клиента, конечно, удобно, поскольку упрощается процедура, не надо ехать лично, ждать в очередях и отбиваться от навязываемых услуг. А это уже не нравится страховщикам. Столько денег уходит мимо карманов, а человека обмануть проще, чем компьютер. В Греции снижаются внутренние цены, и специалисты туриндустрии чуть ли не в один голос рекомендуют ехать туда отдыхать. Все из-за того, что для жителей Эллады банки ограничили выдачу наличной валюты и ограничили банковские операции. Поэтому все предприятия и частный бизнес стремятся заработать наличные и готовы ради этого идти на большие уступки. Пока туристов не коснулись банковские правила, но лучше брать с собой больше наличных, так от греха подальше. Отмечается, кстати, что спрос на путевки в Грецию по-прежнему стабильный. А на сегодня это все. Хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова